Здарова, с вами Каска. В этом видео я вам расскажу, почему могут не работать слоты оперативной памяти на материнской плате. В нашем случае не работали третий и четвертый слот, то есть не важно, в двухканальном или одноканальном режиме. Работает только первый и второй, А1 и Б1. Как вы знаете, так делать нельзя, но запускается определяется 16 гиг, хоть и в одноканальном режиме. Эта проблема очень редкая и скорее всего она затронет малый процент людей. На форумах, на ютубе ничего и близко подобного нет. Чисто ради знаний на будущее я советую посмотреть этот ролик каждому, возможно когда-то это спасет ваш кошелек от покупки новой материнской платы. Я расскажу все по пунктам, с чего я начал и на чем закончили. Буквально немножко истории, откуда появилась эта проблема. Подписчики моего канала знают, что я приобрел себе новый процессор и новую материнскую плату. Старый свой проц, Ryzen 5 3600X и мать MSI B450 Gaming Plus Max я продал на OLX. Человек приехал, купил у меня. Приезжает домой, подключает всю эту систему и появляется такая вот ошибка. Сразу скажу, что старенькую оперативку я оставил, а он себе купил новую. Естественно происходит звонок. Говорит, что так и так почему-то не работает двухканальный режим. Как бы он не ставил оперативку, в первый и третий, в первый и четвертый. При запуске у нас черный экран и три долгих писка. Хорошо, что на материнке есть датчик. При любой ошибке с оперативкой или процессором он будет гореть красным цветом. В нашем случае горит красная лампочка на DRAM. Ну шо, недолго думая пришлось мне заказать такси, взять с собой свою оперативку и приехать к человеку на дом. Потому что я продавал все идеальное рабочее. Если бы и были какие-нибудь косяки, то это уже с его стороны. По приезду я сразу поставил свою оперативную память во второй и четвертый слот. Ошибка та же самая, значит проблема не в памяти. Следующее, что я сделал, это осмотрел перед и зад материнской платы. Может быть, как-то случайно отверткой повредил контакты. Минут 15 я осматривал, все просто в идеале. Нет никаких царапин, повреждений. Далее я решил кисточкой почистить и продуть слоты оперативной памяти. Запускаю, реакции 0. Отключаю до питания от видеокарты, жесткие диски и SSD. На всякий случай, мало ли где-то каратит. Биос все равно сможет загрузиться даже без видюхи и жесткого диска. Запускаем в очередной раз то же самое. Ну и последние мысли, которые у меня остались, скорее всего при монтаже процессора погнул ножки. Если у вас Intel, то внимательно осмотрите сокет материнской платы. Если обнаружите какую-нибудь ножку загнутую, то можете попробовать вручную ее иголочкой выровнять. Чаще всего процентов 90 всех проблем происходит именно из-за погнутых контактов процессора, либо материнской платы. В нашем случае я осмотрел полностью процессор, все ножки идеально ровные. Тут у меня уже просто закончились мысли. Я не знаю, что делать. Потому что на форумах, тем более на ютубе, такой проблемы и близко не было. Окей, я ставлю первую плашку оперативной памяти во второй слот и запускаю ПК. Для того, чтобы зайти в BIOS и там попробовать что-то настроить. Можете не переживать, BIOS я сбрасывал несколько раз. Ничего из этого не помогло. И вот мы подходим к решению данной проблемы. Поковыряясь в BIOS и почитая все эти функции, я нашел пункт CPU Memory Changed Detect. Прочитав, что он значит, я подумал, хорошая мысля его отключить. Для тех, кто не понял, это стартовая проверка процессора и оперативной памяти. То есть, допустим, вы поменяли процессор, либо оперативку. BIOS по дефолту пытается понять, что вы в него впихнули. В общем, эту функцию я отключил. Ставлю вторую плашку оперативки в четвертый слот и запускаю ПК. О чудо! Запустилась винда, рабочий стол. Открывая CPU-Z, оперативка работает на 3200 в двухканальном режиме. Я думаю, окей, может быть это опасно. Пойду еще раз в BIOS, только уже включу снова эту функцию CPU Memory Detect. Включаю, запускаю, снова прогрузилась винда. Делаем тест оперативки, то есть мы ее нагружаем. Все проходит без проблем. Работает идеально. Вот такое сегодня у меня было утро. Но я рад, что получилось решить эту проблему. Я думаю, эта проблема очень редкая. И скорее всего у вас она не произойдет. Потому что сброс BIOSа ничего просто не помогает. Плюс, никакой информации на форумах и в ютубе вообще нет. Возможно, я буду один из первых, кто осветил эту проблему. Если хотя бы одному человеку это поможет, я буду бескрайне рад и понимать, что ролик сделан не зря. Многие, скорее всего, пошли бы сдавать материнскую плату в сервисный центр. Поэтому, ребят, будьте внимательны. В любой ситуации попробуйте поковыряться в BIOS. Не бойтесь читать, что там написано. Иногда это может спасти ваш кошелек. Представьте, если бы вы пошли продавать материнку, написав объявление, что не работают третий и четвертый слот оперативной памяти. Да у вас забрали бы ее максимум за 3000 рублей. Хотя, с материнской платой проблем не было. Как-то так. Если ролик вам понравился, если интересно слушать такие вот истории из жизни, вы знаете, что нужно сделать. Таких историй, таких мелких проблем у меня накопилось много. Особенно самое интересное, когда я сдал видеокарту в сервисный центр, а мне сделали Rebolt. Только я это узнал спустя пару месяцев. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин